Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Ну и как вам история? Довольно занимательно, да? И довольно информативно. Очень много сказано, очень много норм привел я им. Давайте сначала, как было дело? Выхожу я, значит, из дома, стою, курю возле своего автомобиля. И тут они проезжают мимо. Проезжают медленно, смотрят на меня, я смотрю на них. Потом они останавливаются метров через 10, стоят несколько секунд, сдают назад. Опять смотрят на меня, я смотрю на них и едут дальше. Едут дальше, делают такой маленький кружочек по двору. И останавливаются с другой стороны дома. Ну, таким образом останавливаются, чтобы, когда я буду ехать, они точно оказались у меня за спиной. Для того, чтобы меня остановить. При этом, ну, я их отчетливо вижу. И они отчетливо видят то, что я их вижу. То есть, если бы они там, ну, как, у них были действительно какие-то там подозрения, то, наверное, должна сработать как-то логика была, что, ну, окей, я вас вижу, ребята, и я все равно еду, мне как бы нечего бояться. Проезжаю я, значит, мимо них, и вот они меня останавливают. То, что было дальше, вы увидели в четырех частях. А что будет после этого? Ну, поскольку понятное дело, что никто, там, ни мониторинг, ни прокуратура, ни ДБР самостоятельно возбуждаться не будут, то придется идти обычным стандартным методом законным, а именно путем написания заявления об уголовном правонарушении. Даже в правонарушениях, потому что их несколько. В действиях Кравченко целый букет. Во-первых, это незаконное проникновение в авто. Статья 162. Дальше, интересно, вилка такая, которая касается задержания. Вот этим полицейским просто невдомек, что административное задержание – это мера обеспечения в делах об административных правонарушениях. То есть за пределами самого дела об админправонарушении не может быть задержания. Эта мера используется исключительно для обеспечения определенных моментов в самом деле. То есть для восстановления личности. Личность не просто штаб восстанавливает, правильно? А для того, чтобы именно вот эту личность привлечь к ответственности. А у них получается как бы хочу задерживаю, хочу не задерживаю, даже не понимаю о том, что нет дела и нет задержания. По поводу вилки. Если все будет так и дальше, как бы они ничего там не будут додумывать, придумывать, то это будет 371-е, заведомо незаконное задержание. Потому что нарушений нет, а задержание есть. Как так? Странненько. Если же они добавят все-таки какие-то там, придумывают, да, и добавят какие-то протоколы постановленными, я напишу, это будет кошмар для них, потому что добавится еще одна статья, служебный подлог, да, ну фактически подделка документов. Потому что с видео вот эти вот новые, их документы уже не будут состыковаться, потому что на видео все есть. Все сказано отчетливо и понятно. Если же они вообще все это скроют, потеряют протокол или выбросят его куда-то, спишут, вот, и он просто исчезнет, да, то это уже будет статья 146, прим. 1. Вот то, о чем я говорил в видео. Как оно там, насильственное исчезновение, да, такое красивое название. Это такая ситуация, когда государственный там орган либо должностное лицо кого-то задерживают, но потом не признаются в этом и пытаются это сокрыть. То есть если они попытаются сокрыть и скажут, мы никого не задерживали. Это было там, он просто поехал, типа там, ну, вы понимаете, оно опять-таки не свяжется с видео. И это будет 146, прим. 1. Так что в зависимости от их действий будет либо та, либо та статья. То есть я обе эти статьи буду указывать в заявлении, а там уже будем разбираться. Плюс есть признаки статьи 374. Это у нас нарушение права на защиту. Ну, опять-таки, там это статья так прописано, что кажется, что она касается исключительно уголовных дел. А в нашем случае, ну, как бы, не уголовное дело, поэтому непонятно. Можно будет ее применить. Ну, пусть натягивают там. Кто там будет рассматривать в ДБР, пусть дают оценку, как они поступили в плане обеспечения мне права на защиту. Ну, причем Кравченко настолько, ну, настолько какой-то недалекий прям человек, вот даже несмотря на то, что я ему это все рассказал и подсказал, что он обязан сообщить, но он все равно этого не сказал. То есть если бы он хотя бы это, ну, высказал, даже после того, что я ему это подсказал, то, по крайней мере, выглядело бы немного иначе. А мало того, он ведь должен был еще у меня, ну, вообще у меня должен был узнать, нужен мне адвокат или не нужен, или я буду защищать себя сам. А если нужен, то тогда он должен был вызвать адвоката. Также он должен был поинтересоваться, необходимо ли там поставить в известность моих родственников, родственников, знакомых там и близких. Опять этого ничего не было. По поводу протокола, опять-таки, ну, это такой идиотизм, ну, открывайте 261, это как полицейский, 261 Купап, открывайте и читайте. Там же написано, что протокол задержания у нас подписывается по садовой особой, да, то есть должностным лицом, которая совершила данное задержание, и задержанным, то есть мной. ничего там не указано по поводу, установили личность задержанного, не установили. Я задержанный, у меня есть соответствующий процессуальный статус, я должен подписывать этот протокол, писать в нем там свои возражения и все такое. вот, поэтому вот если с этой точки зрения смотреть, то тут все-таки ближе заведомо незаконное задержание, потому что оно даже не оформлено правильно, то есть как, в принципе, можно потом оценивать этот протокол. То есть это не протокол задержания, это просто какая-то фиркинограмма. Ну, опять-таки, не знаю, пусть там следователи потом разбираются, 146 или 371. И, значит, у Мельниченко, вот этой вот барышни полицейской, в ее, даже не действиях, а в ее бездействии, признаки уголовного правонарушения по статье «Служебная халатность». Потому что, когда Кравченко вот это все чудил, она должна была это все пресечь, потому что ее первой и основной задачей, как полицейского, это защитить права, свободы и законные интересы человека и гражданина. И если даже коллега нарушает эти права, она должна защитить меня. Но они у нас вот такие, знаете, это как гопники какие-то, реально. То есть, кто-то один бьет, другой подключается, тоже начинает бить. Один ломает, другой подключает, начинает ломать. Даже не задумываясь о том, что такие действия его коллеги, там, напарника, могут быть незаконными. А потом они попадают. Ну, вот. Вы меня знаете, я всегда играю в открытую, как бы, я не плету интриги и т.д. и т.п. Так что полицейские Кравченко Мельниченко вас я тоже сказать надлежащим образом уведомил о том, какие действия будут происходить далее. Так что до встречи, наверное, сначала там у следователя, ну и потом в суде. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok